Музыка Друзья, сегодня хочу представить вашему вниманию еще один участок в центре поселка Чакви, находится прямо на центральной дороге. Рядом с домом расположена детская игровая площадка, спортивная площадка. Участок находится на берегу реки Чаквицхали. Ну это мы попозже покажем. Вот значит, вот такие вот два домика. Они находятся на двух разных участках. Цена одинаковая. Что тот дом, что этот. Ну, теперь пойдем посмотрим. Оба дома двухэтажные. Что этот, что этот. Покажи поподробнее. Дома крепкие, капитальные. У нас все земли опознаны. Хорошо. Вот сейчас мы находимся на втором этаже этого дома. Здесь стоят пластиковые окна. Здесь комната. Подскажите, а отопление у вас какое, печка или карма или что? Каса карма. Вот здесь, на втором этаже, да? Ну, как-то вот сейчас раньше жили, карма, второй этаж пили карма. А сейчас никто не живет, не делаем, да? А внизу есть внизу. Пойдем посмотрим. Карма, да? Карма, да. А печки нет у вас? Печки, печки, дима хоть испортились, сняли. Уже 10 лет это карма ими позвали. Все, понятно. Вот здесь вот еще одна спальня. Спальная комнатка. Смотрим дальше. Ну и комната одна вот здесь. Понятно. Вот это обратная сторона дома. Сам участок относительно небольшой. Метров 8 в ширину. Да, кстати, я не сказал. Площадь участка полторы тысячи квадратных метров. Цена участка 90 тысяч долларов. То есть сколько получается 60-50 долларов за квадрат. Но я чувствую по разговору, что здесь очень может быть хороший торг. Потому что хозяева очень заинтересованы в продаже. Вот сад. Как я уже сказал, по ширине он метров 8. Довольно-таки узенький. Хозяйка говорит, что собирает урожай 350 килограмм киви. Также я вижу мандарины, мушмула. Ну все фруктовые деревья, все есть на участке. Участок, как я уже и сказал, имеет выход на реку. На Чаквицхале. То есть здесь можно поставить беседку, какую-то зону барбекю. Сюда никто не придет. То есть этот берег, он относится только к этим участкам. Никого лишнего и чужого здесь не будет. То есть этот участок, он тоже, по сути, будет принадлежать вам. Немножко подытожу виденный мной участок. Значит, участок расположен в самом центре Чакви. На центральной улице, идущей к национальному парку Матерала. Значит, участок полторы тысячи квадратных метров. Стоимость 90 тысяч долларов. Но цена явно завышена. И хозяин очень заинтересован в продаже. Поэтому я бы ориентировался на 70 тысяч. Можно взять за эти деньги. Плюс рядом еще два или три участка. Точно таких же. В идеале, конечно, было бы купить два участка. Чтобы участок был широкий, шириной метров 20. Но это в идеале, опять же. Плюс можно выбрать из этих четырех участков. Можно выбрать какой-то получше. То есть с домом получше. Это можно. И все хозяева этих четырех участков просят одну и ту же цифру. Недоговоренность, я так понимаю. Участок имеет выход на реку на Чаквицхале. Это дает дополнительный бизнес. Можно сделать. Как здесь делается. На заборе пишется пикник. И приглашаются туристы. Прежде делается беседка и туалет. То есть место, где туристы могут просто приехать и посидеть. Место очень экзотичное. На речке. Уединенное. То есть никто чужой там не зайдет. То есть этот участок принадлежит человеку, у которого участок выходит на реку. Звезду свою я этому участку не даю. Потому как уже говорил, что это не мой формат. Я люблю горные уединенные участки. Это не для меня. Если вы хотите жить в центре поселка, то этот участок вам очень даже подойдет. Потому что цена, я бы сказал, подарочная. Сейчас участки, которые были по более дешевой цене, уже все разобраны. В связи с потоком желающих приобрести недвижимость в Грузии и переехать сюда. Вообще, я слышу от людей, что летом очень много людей хотят сюда приехать. Либо переехать. Но, в общем, с целью покупки здесь недвижимости. Поэтому, у кого есть желание, успевайте. Цена будет еще подниматься. Однозначно.